Несмотря на различные возможности здоровья и особенности развития, каждый ребенок имеет равные с другими детьми права, обеспечить которые взялись специалисты, продвигающие инклюзивное образование через пилотный проект. Первый этап комплексной программы направлен на обучение педагогов и родителей. Проект финансируется Всемирным банком. В этом проекте будет улучшена инфраструктура детского сада, будут созданы услуги, специализированные для сопровождения детей с ограниченными возможностями или со специальными особенностями развития или потребностями в развитии. Первоначально группы по инклюзивному образованию будут созданы на базе детского сада номер 8 в городе Чедерлунга. В этой программе важно, чтобы дети, родители и команда специалистов чувствовали себя прежде всего партнерами. Конечно, планируется индивидуальный план, в котором будет принимать участие при планировании. И родители, и специалисты, и воспитатель. И при выполнении этого индивидуального плана будут индивидуальные занятия, которые будут проводиться специалистами для того, чтобы ребенок преодолел те барьеры или те проблемы, которые у него существуют в развитии. В отдельных семьях и ранее был такой опыт, но об этом заботились сами родители. А теперь индивидуальное образование с детьми с коррекцией отклонений в раннем возрасте станет доступным каждому ребенку и будет главной задачей инклюзивного центра. У меня как бы немножко и личный опыт. У меня ребенок свой, инклюзивный. Но мы сделали все для того, чтобы он вырос, как все дети. И в данный момент он учится и одновременно и работает. И в обществе он чувствует себя очень хорошо. Такое образование будет стимулировать детей на общение на равных. Предполагается, что внедрение инклюзивного образования даст возможность всем детям с особенностями развития в полном объеме участвовать в общественной жизни. Если ребенок остается один на один со своим недугом, то, естественно, этот ребенок будет закомплексованным, он будет зажатым, он не сможет дальше без помощи взрослых просто жить и существовать, скажем так. Если этот ребенок с маленького возраста будет интегрирован в общество здоровых детей, то этот ребенок научится каким-то, приобретет знания, приобретет навыки. Он будет просто чувствовать себя таким же. Первый термин, принятый для обозначения идеи включения детей с особенностями развития в сообществе обычных сверстников, был интеграция. В последние годы психологи вместо термина интеграция все чаще стали употреблять термин инклюзив. Спасибо за просмотр!